Уже 10 февраля в Киеве стартует национальный отбор Евровидения. Замыкать первый отборочный полуфинал будет молодая украинская группа «Зайрайст». И сегодня у нас в гостях ее солистка Соня Сухорукова. Добрый день, спасибо, что пришли к нам. Первый вопрос таков. Зачем вам в группе, если не с мировым, то как минимум с европейским именем Евровидения? Да нет, но на самом деле это хороший конкурс. Мы все равно живем здесь, в Киеве. Плюс мы давно хотели, но у нас не было подходящего материала. А сейчас появилась песня, которая очень заходит под этот конкурс. И мы решили попробовать «Why not». Песня «Ран». Кто ее автор? Мы. Музыку пишем. Наш саунд-продюсер Данил Марин. Я, Игорь Кириленко, тоже наш гитарист. И Саша Люлякин. Барабанчик, да. Ну, то есть мы всегда участвуем вчетвером в написании музыки. Текст пишет обычно наш друг, который сейчас с нами сотрудничает. В общем, зовут его Зак Ферма. Он очень пишет красивые стихи. И, короче, мы с ним сейчас сотрудничаем. Песня на Евровидении будет, она называется Heroes. Писали ее тоже мы тем же составом. И тоже наш друг писал лирику. Если в двух словах, песня о мечте и о том, не важно, какого у тебя цвета кожи, не важно каких-то гендерных предпочтений, не важно вообще кто ты, где ты и что ты. У каждого есть своя мечта и каждый достоин прийти к ней. Ну, в общем, такая она, мотивационная немножко. Я понимаю, что еще рано говорить, как бы, на сетборд должен пройти, но все-таки в случае победы, чем вы будете покорять зрителя, не важно, украинского, европейского? Песней или будет еще какое-то перформанс-шоу? Тоже, как бы, очень важно по прошлому. Мы сейчас думаем о перформансе. Мы еще ничего не придумали, но, скорее всего, это будет больше акцент на песню, да, и на звучание. Потому что, мне кажется, в Украине такого мало сейчас. Вы самостоятельно думаете над постановкой номера, да? То есть, вот как это, расскажите, происходит в этом году? Ну, что вы новички в Евровидении, и может, там группа, да, организаторов с вами делает номер, или вам поставили сдачу, вы должны принести? Нет, ну, на самом деле, сколько уже существует группа, мы все придумываем сами, вот, креативим и так далее. И сейчас тоже подключаются наши друзья-коллеги, и подключаются, собственно, и организаторы конкурса. Ну, то есть, это все вместе происходит такое. А еще такой вопрос, вот, как вам пришла идея поучаствовать в Евровидении? Нет, на самом деле, нас звали два прошлых года тоже поучаствовать в Константине Меладзе, мы отказывались, поскольку не было подходящего материала, но он очень хотел, и мы встречались, разговаривали, но решили, что попозже надо. Вот, и сейчас тот самый момент просто, вот и все. Что скажете о судьях над Сетборо? Все классные, мы всех любим, мы всех знаем. Единственное, ну, я лично не знакома с Андреем Данилко, и будет очень круто, если он оценит нас позитивно. Кого больше всего опасаетесь? Не знаю, следили вы за прошлым эфиром, но они довольно-таки серьезно критиковали всех. Да мы никого не опасаемся, в принципе, но критика, лишь бы она была конструктивная. То есть вы к критике относитесь к свой адрес абсолютно? Нормально, да, абсолютно. Рассматриваете ли вы, возможно, меня поправьте, может, у вас есть песни на украинском, на русском, либо у вас англоязычная? Нет, проект англоязычный. Не планируете вообще? Нет, не планирую. А вот почему, интересно, вы на украинский рынок не рассчитываете? Ну, потому что мы рассчитываем на интернациональный рынок. Вот и все. Ну, не обязательно надо петь на украинском, чтобы знали, что группа украинская. Я согласна, я впервые, когда вас услышала, даже мысли не было, что это наши ребята, и когда узнала, была очень приятно удивлена, что у нас есть такая качественная музыка. Если немножечко вот помечтать, то перед кем или после кого бы вы хотели выйти на сцену, либо с кем из мировых знаменитостей, возможно, спеть на одной сцене? Если не брать вам внимание Евровидение, да? Есть ли у вас глобальная цель у коллектива, да, музыкального? Нет, у нас, да, есть цель выйти на мировой рынок, конечно же, и мы как бы и стараемся, и немножечко получается. Мы сотрудничали с британским лейблом. Я не знаю по поводу мировых артистов, но мы бы очень хотели поехать на фестиваль Куаччелла. Это очень крутой фестиваль, который проводится в Калифорнии. Я не знаю, я не знаю. Ну, как бы, наверное, рано еще пока что-то говорить. Мы как бы работаем. По мере поступления. Просто Евровидение пройдет и пройдет, но вы же живете как бы... Да, да. Но мы готовим в любом случае сейчас новый материал потихонечку. Сейчас после Евровидения активнее начнем это делать. Концерты планировали уже в этом году? Планируем тур по Украине, хотя бы минимальный какой-то, потому что мы за границу ездили, а по Украине так и не покатались. Евровидение для вас это? Можете продолжить фразу? Это подсказочка, там, способ просто привлечь дополнительного слушателя? Или заявить о себе? Или что для вас лично? Евровидение для нас? Я не знаю. Ну, может быть, скорее, это опыт. Еще один классный опыт. За кого бы вы отдали голос в национальном отборе? Ну, если следить за новостями шоу-бизнеса, то не секрет, вы как бы все дружите и ходите друг к другу на концерты. Да, мы за Константина. Мы дружим, и если не мы, то Константин. А кого считаете своим самым главным конкурентом, если можно уместно так сказать? Я бы не сказала. Мониторили вообще других участников? Ну, я вам некоторых знаю, да, некоторых первый раз слышала, видела. Мне кажется, мы немножечко отличаемся просто от всех, и поэтому я не могу сказать, что мы с кем-то конкурируем. Это чисто уже кому на вкус и цвет, знаете, как-то так. Ну, вы согласны с тем, что в Евровидении вот есть какие-то должны быть то ли особенности, да, то ли, ну, вот песни, возможно, какие-то уже установившиеся за все годы проведения? На что делают ставки даже судьи или зрители? Ну, вот музыкальный же продюсер Руслан Квинт, и он как раз, мне кажется, подошел правильно к выбору. Вот каждый участник, он индивидуален. Очень разноплановый продюсер Руслан Квинт, да, и это очень круто. И, наконец-то, люди, которые по ту сторону экрана будут видеть какие-то интересные вещи, а не просто одно и то же, как раньше это происходило. Позвольте поговорить о том, как сегодня выживать украинским артистам в сегодняшних условиях. Вам лично чего не хватает для продвижения вашего творчества? С какими сложностями вы сталкиваетесь? Вообще интересует, конечно, финансовый вопрос, да, за счет чего вы выживаете. Опять же, самостоятельно, либо у вас кто-то продюсирует, насколько я знаю, нет. Ну, мы как бы сами по себе, но там есть люди, которые помогают, да. Финансово тяжело, потому что в Европе, да, есть роялти, там твоя песня покрутилась по радио, ты тебя за это уже капнула, там и так далее, и тому подобное. Здесь тяжело, и работы как бы сейчас, ну, на самом деле, немного. Ну, в плане, там, корпоративы, и так далее, тем более молодые группы. Поэтому, ну, для нас это в любом случае классный вариант Евровидения. Нас больше людей увидят, услышат. Это всегда хорошо для молодых. Вот. Ну, нелегко, но мы держимся. Держимся. Про радио. Вспомнили вас, ну, честно говоря, не слышно ни по ТВ, ни на радио. Как складывается ваше сотрудничество? Вы вообще задавались целью, да, попасть там в хит-парады наши, либо вас это пока не интересует? Периодически мы есть на радио. Может, вы просто думали, что это не наши. Хотим, хотим быть на радио, но не хочется, знаете, потом вот все там, давайте на украинском, давайте на украинском, тогда мы вас будем крутить. Не хочется, мы все равно гнем в свою линию и будем петь на английском. Просто есть какой-то топ, да, исполнители, которые крутятся даже на... Ну, зато у нас как бы уже больше там миллиона прослушиваний на Spotify, это мировая сеть, где все слушают музыку. Топ-три факта, что бы вы сказали о себе сами, если бы, допустим, мы были в роли интервьюера? То есть, может, какие-то есть три, как бы вы себя их характеризовали? Три, да? Группу или меня лично? А, давайте группу и вас лично. Не, ладно, давайте группу. Коня, помогай. Какие мы смешедшие, дерзкие. Мы однозначно не такие, как все. Мы странно выглядим на сцене, иногда, не всегда. Сейчас мы будем выглядеть прилично, потому что это национальный отбор. Вот. И, наверное, мы... Я не знаю. А что бы вы могли пожелать вашим коллегам по национальному отбору? Не нервничать. Вообще надо меньше нервничать. А вы вообще как снимаете стресс? Стressуете иногда перед выходом или в жизни? Не могу сказать, что перед выходом, но да, в жизни куча всего происходит, что тяжело иногда. Бывает, ну, как успокоительные, и все, все нормально. Что можно услышать в вашем плейлисте сегодня? Что вы лично слушаете? Вот мы с Даней, который наш клавишник, да, подсели недавно, на французский андерграундный рынок, и очень нам нравится. Вот. И последнее, что появилось в моем плейлисте, это французы. Очень прикольные электронщики, да. Соня, а есть ли у вас какие-то ритуалы в группе? Либо талисманы, опять же, перед выходом на сцену, либо во время... Вот, кстати, я об этом думала. У нас ничего такого вообще нет, мы ничего не делаем. Мы просто на сцену, да, на сцену. Ну, то есть, я как раз задумалась о том, что у нас нет никакой штуки. Но оно, мне кажется, должно как-то произойти спонтанно. Ну, я знаю, в вашей традиции, вы на концертах поете какой-то кавер делаете? Или какую-то песню известную? Ну, просто какую-то таинственную, знаете, может, какой-то там... У кого-то крестик, у кого-то... Нет, у нас единственная традиция, перед каждым концертом я болею. Поэтому уже даже никто не удивляется. А, ты больна? А, ну, смотришь. Когда там концерт. Значит, все будет хорошо. Как-то так, да. И в двух словах, если можно, как сейчас проходит подготовка к выступлению вашему? Вы последняя выступаете по жеребьевке. Есть ли репетиции сейчас? Как часто собираетесь с группой, репетируете? Ну, мы сейчас в процессе, мы доделываем песню. Потом начнутся там всякие съемки дневников, интервью. Ну, как бы вот сейчас тоже много интервью всяких. А уже ближе к 10-му числу начнутся прям репетиции уже, собственно, в КПИ или где там она проходит, я помню. Вот, как бы ничего на самом деле супер страшного. Изменилась ли ваша жизнь после решения принять участие в ее жизни? Стало меньше времени. Ну, да, большая занятость и много нервов, как обычно. Вот, ну, мы держимся, и я думаю, что все будет окей. Я желаю вам удачи в этом выступлении. Если можно, эксклюзивно для наших читателей, по желанию, могли бы вы спеть отрывочек из вашей песни? Вы болеете? Да, я болею реально. Ну, я могу, наверное, попробовать. Не уверена, что это будет хорошо. Ладно. Вот так. Спасибо большое. Спасибо.